Вечеслава Кондратьева Вечеслава Кондратьева Я не слышала разрыва Я не видел той вспышки Точно в пропасть с обрыва И ни дна, ни покрышки И во всем этом мире до конца его дней Ни петлички, ни лычки С гимнастерки моей Я, где корни слепые Ищут корма во тьме Я, где с облачком пыли Ходит рожь на холме Я, где крик петушиной На заре поросе Я, где ваши машины Воздух вуд на шоссе Где травинку к травинке Речка травы придет Там, куда на поминки Даже мать не придет Для того, чтобы обсудить произведение Нам нужно знать об исторических событиях Которые описаны в повести Прежде всего, это, конечно, Ржевская битва Боевые действия между советскими И немецкими войсками В ходе Великой Отечественной войны Они проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа В период с 5 января 1942 года По 21 марта 1943 года Они включают в себя Крупные наступательные операции Советских войск С целью освобождения Таких городов, как Ржев, Сычевка и Вязьма Завершилась эта битва Отступлением 9-й армии вермахта 5 марта 1943 года С Ржевско-Вяземского выступа Из воспоминаний фронтовиков По-другому эту битву Они называли Ржевской мясорубкой Или прорвой Прочтем Мы наступали на Ржев по трупным полям В ходе Ржевских боев Появилось много долин смерти И рощ смерти Не побывавшему там Трудно вообразить Что такое целое поле Тысяч убитых Лето, жара, безветрие А впереди вот такая долина смерти Она хорошо просматривается И простреливается немцами Не миновать, не обойти ее Нет никакой возможности По ней проложен телефонный кабель Он перебит И его во что бы то ни стало Надо быстро соединить В народной памяти Эти бои остались Как одни из самых страшных Кровопролитных Также ветераны немецких войск С ужасом вспоминают эти битвы Убит Эта чаша миновала Автора повести Сашка Службу Кондратьев проходил На Дальнем Востоке В железнодорожных войсках Но после нападения на СССР Он попросился на передовую Войну он уже окончил лейтенантом В апреле 1942 года Кондратьева наградили Медалью за отвагу В битве за деревню Овсяникова Сержант поднял в бой В атаку бойцов И сам убил дюжину солдат Но тем не менее Эти бои были также С последствиями для автора Он получил серьезные ранения Которые позже приведут К инвалидности Ну а пока он ведет Кровопролитные бои под Ржевом И произведения Также его насыщены событиями Которые происходили в этих местах Повесть Сашка Была написана в 1979 году Весьма поздно Как же так случилось Что уже не в молодые годы Он вдруг взялся за повесть О войне своей юности Посмотрите что говорит об этом Сам писатель Видимо подошли лета Пришла зрелость А с нею и ясное понимание Что война-то Это самое главное Что было у меня в жизни Начали мучить воспоминания Даже запахи войны Ощущал Не забыл Хотя шли уже 60-е годы Ночами приходили В его сны ребята Из родного взвода Курили самокрутки Поглядывали на небо Ожидая бомбардировщика Конечно наступление Истощенной армии Не приносит успехов В полках и дивизиях Не хватало солдат Пулеметов Минометов Артиллерии Боеприпасов Танков остались единицы Парадокс Сильнейший обороняется А более слабый наступает Причем в наших условиях По пояс в снегу Так говорил об этой битве Маршал Рокоссовский В повести же Мы не встретим с вами Глобальных баталий Страшных сражений Перед нами Будет изображен Быт человека Который находится на войне Почему же быт А не баталии Занимает основное место В повести Итак Прежде всего Ответ здесь следующий Конечно же Автору очень важно Показать Что не только бои Должны выдержать солдаты Но и испытания Армейским бытом Посмотрите С чем приходится Сталкиваться Обычному солдату Обратимся к тексту С хлебом плохо Навару никакого Ощущение пустоты В желудке Нет курева Нет боеприпасов Грязь Вши Ржавая Набухшая кровью Земля Или еще цитата Ни окопов Ни землянок У первой роты не было Ютилась битая Перебитая В шалашиках Это зимой Только уродного Был жиденький Блиндажик И с жратвой Туго И с боеприпасами Нету силенок Ребят хоронить Нету Ведь себе живым Окопчика Вырыть не в силах Как же автор Начинает повествование Как он представляет Читателю Своего героя Нет никаких Ярких событий Наш герой Сашка Заступает На очередное Ночное дежурство Посмотрите К вечеру Как отстрелялся немец Пришло время Заступать Сашке На ночной пост Примечательно Что он не называет Ни фамилии Ни каких-то Других подробностей Звания Об этом человеке Он зовет его просто Сашка Повествование ведется Кажется От лица автора Но при этом Мы понимаем Что такая близость С бытом Такие мелкие детали Создают впечатление Что нам эту историю Рассказывает Сам герой Что же мы можем Рассказать О характере Героя О том Какой он Сашка Здесь есть ряд Эпизодов Но почти все Они никак не связаны С битвами Это ряд Бытовых зарисовок В каждом из эпизодов Он раскрывает себя Как личность Как хороший человек Человек Которого не смогла Сломить война Если мы взглянем На основные события В повести То можем Отметить Среди них Следующее Сашка Добывает Валенки Для ротного Он берет В плен немца И отказывается Его расстрелять Под огнем Возвращается В роту Проститься И отдать Автомат Также Ведет Санитаров К раненому Не оставляя Его в беде Здесь же Мы узнаем И о возлюбленной Сашке Это Медсестра Зина Сашка Также спасает Своего друга Володю От военного Трибунала Примечателен В раскрытии Характера Героя Эпизод С валенками Давайте прочтем Когда наступали Они днями Напанова Приметил Он и того Взгорка Мертвого немца И больно хороши На нем были Валенки Тогда не до того было А валенки аккуратные И главное Сухие Валенки Эти самому Сашке Не нужны Но С ротным Его приключилась беда Попал тот В полынью И начерпал Сапоги доверху Стал снимать Ни в какую Голенища узкие Стянулись на морозе И кто только Ротному не помогал Ничего не вышло А так идти Сразу ноги поморозишь Конечно Можно было Ботинки с убитых Подобрать Но ротный Либо брезгует Либо не хочет в ботинках А сапог На складе Или нет Слук с этим возиться В этом эпизоде Мы видим Что валенки здесь Это суровая необходимость Это не поступок мародера Это скорее Поступок человека Который заботится О своем товарище Он делает это Не для себя А для своего командира Сашка Человек Жестких принципов В отличие от своего Однополчанина Он не мародерствует Он не собирается Забирать часы У пленного немца Которого вскоре Должны расстрелять Напротив Сашка Одергивает Своего товарища И не дает ему Совершить Гнусный поступок Прочтем Слушай А куда ты трофей денешь? Спросил наконец Толик Не сводя взгляд С часов на руки немца Какой трофей? Не понял Сашка Часики фрицевские А, часики Ротному отдам Ему без часов нельзя А свои разбил Он на медни при обстреле Толик помялся немного Потом сказал Вроде небрежно Я бы тебе буханку черняшки дал За часики-то Кстати, в этом эпизоде С пленным немцем Он показывает Две хорошие черты С одной стороны Он, конечно, смелый Потому что бросается На противника Не имея Ни одного патрона С другой стороны Он человечный Милосердный Понимая, что в его руках Находится жизнь Противника Он, тем не менее Не свирепствует Не злорадствует То, что немец Не стал повторять Гитлер Капут Вначале Разозлило Сашку Но, поразмыслив Он решил Значит, немец Не трус Не стал ему поддакивать А раз так Победа над ним Показалась Сашке Более значительной Разве уж Таким дурика Он взял его Все же проявил Смекалку И красноармейскую Находчивость И, что ни говори Смелость Ведь с пустым диском Немца догонял После допроса Сашке приказывают Расстрелять пленного немца Но он сопротивляется этому Так как он уже дал обещание Давайте посмотрим Немец ничего, конечно же, не понял Но при слове Шитсон Сдрогнул Сжался, лицо побелело И тут понял Сашка Какая у него сейчас Страшная власть над немцем Ведь тот От каждого его Слова или жеста То обмирает То в надежду входит Он, Сашка Сейчас над жизнью и смертью Другого человека волен И немец, конечно, понимает Что в Сашкиных руках Находится полностью А что ему про русских Наплели Одному Богу известно Только не знает немец Какой Сашка человек Что не такой он Чтобы над пленным И безоружным Издеваться Отказ Сашки Безусловно Удивляет командира Между ними состоялся Следующий диалог Сколько у вас в роте Было человек Спросил капитан Упершись в Сашку Тяжелым взглядом Сто пятьдесят Товарищ капитан А сколько осталось? Шестнадцать И ты, гада, этого жалеешь? Гаркнул капитан Переходя на ты Я, я не жалею У Сашки сметало рот Занемели губы И он еле-еле выдавливал слова И сказал он неправду Жалел он немца Много Очень много видал Сашка Смертей за это время Проживи до сто лет Столько не увидишь Но цена человеческой жизни Не умолилась от этого В его сознании И он пролепетал Не могу я, товарищ капитан Ну, не могу Слово я ему давал Позже сам герой Вновь ответит на этот вопрос Почему он отказался Послушаться приказа Мы, не вы, говорит Сашка Пленных не расстреливаем Потому как люди мы А вы фашисты Помимо испытания властью Сашка проходит и испытания любовью Все мы можем легко вспомнить Сцену свидания С медсестрой Зиной Итак Встреча с Зиной Для нашего героя Очень важна Это первая Сашкина любовь Он с нетерпением Ожидает встречи Но позже его ждет разочарование Еще одним ударом Для нашего героя Является измена Зины Она предпочитает Сашке другого Когда он об этом узнает То реагирует следующим образом Словно ударом под вздох Надломила Сашку И откинула назад Медленно пятясь Не сводил он глаз с окошка Где неясно мерцали Два плывущих и колеблющихся пятна Зинина и лейтенантова лица Они говорили еще о чем-то Но Сашка не вникал Сашка не считает себя В праве решать за других Он думает здесь не о себе Он думает о своей возлюбленной И о том, что будет лучше для нее Он ее прощает И понимает, что иначе она не может Еще одно испытание Это испытание дружбой Вспомним историю краткой фронтовой Дружбы Сашки и Володи Они оба оказываются в госпитале Где румяный и сытый майор Успокаивает их о том, что Паек их не очень большой Всего две ложки каши На каждого раненого В сердцах лейтенант запустил Прямо в голову майору тарелку Сашка понимает, что лейтенанту За такой проступок грозит трибунал А его, простого рядового Дальше передовой не пошлют Из представленных эпизодов мы видим Что Сашка принимает обдуманные И взвешенные решения Это подчеркивается и особенностью композиции Посмотрите, прежде всего Здесь может смутить отсутствие Единого сюжета Потому что перед нами Просто цепочка микросюжетов Которые раскрывают характер Главного героя Но это только на первый взгляд Так как герой, проходя испытания Властью, любовью и дружбой Показывает нам то, на что способна Человеческая личность В экстремальных ситуациях Постепенно мы всматриваемся в героя И определяем то, каким он является человеком Здесь не случайно движение Сашки От линии фронта вглубь страны Так как это, по сути, движение вглубь души героя Здесь мы видим стремление автора Рассказать не только о войне Но и об общечеловеческих проблемах О ценностях, которые немаловажны на войне Интересен здесь и смысл названия произведения Повесть называется «Сашка» Это самое простое и распространенное имя Причем мы видим его в разговорной форме Это делает героя максимально близким читателю Также здесь, по сути, говорящее имя Потому что переводится оно как «защитник» По сути, Сашка стал тем собирательным образом В котором нашли свое отражение сотни тысяч простых ребят Оказавшихся один на один с ужасами войны В своем произведении автор выделил простую и старую как мир идею Нужно оставаться человеком при любых обстоятельствах Не убивать в себе то доброе и светлое начало, заложенное в каждом человеке при рождении Мир может спасти только доброта, милосердие и сострадание Это для писателя главное Об этом и написана повесть О страшной войне и о сохранении человечности Надеюсь, что повесть вам понравится А у меня на этом все До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин